Как развивалась Абхазия после признания ее независимости России? Каков путь ее становления в качестве признанной республики? Как будут развиваться российско-абхазские отношения впредь? Главные темы форума, организованного Международным институтом развития коммуникаций Мир Мост Абхазия и Абхазским госуниверситетом. Проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ Максим Гвинджи открыл торжественную часть форума. Он приветствовал всех участников и отметил, что этот форум – попытка заглянуть в будущее и увидеть перспективы развития взаимоотношений более четко. Участников форума приветствовал ректора АГУ Олегу Гварами. Он подчеркнул, что этот форум, приуроченный к 15-летию со дня признания независимости, пропитан особым смыслом. У нас очень много друзей. В первую очередь в России. Конечно, это очень известнейшие люди, которые по своей воле приезжали или по приглашению. И мы всегда показывали им свою молодежь. Вот молодежь постепенно, конечно, встала на ноги. Она сегодня достроенно представляет нашу республику. Везде, где участвуют наши студенты, всегда отзывы прекрасны. Это вот благодаря всем, всему народу Абхазии. Глава Абхазской епархии, отец Виссарион Аплыя, благословил участников международного форума и выступил с речью, в которой кратко рассказал об истории религиозных взаимоотношений с Россией. Он отметил, что российско-абхазские отношения строятся не просто на дружбе и интересах, а находятся в святом соединении. Я слышу от московского патриархи Кирилла, от многих епископов, надо восстановить абхазская православная жизнь, которая была у нас и в 4 веке, и в 1 веке. И они радуются, когда мы строим какие-то охраны с абхазским куполом. И они всегда утверждают, надо восстанавливать абхазский купол. Купола – это голова. Абхазская церковь, она имеет свою купольную, архитектурную, которая признается в России и во всем мире. Как никогда нужны позитивные сценарии, основанные на ценностях и на здравом смысле, считает председатель Национального фонда поддержки социальных программ России Андрей Сергеев. Важно понимать, каким станет общее будущее соседствующих народов, отметил он. Я бы хотел сказать о том, что нам надо еще больше сделать. И вот об этом мы хотели поговорить и хотим поговорить на наших площадках. Об этом мы хотим, чтобы были обсуждения с нашими экспертами. Поэтому, по большому счету, мы хотим говорить о будущем для того, чтобы закладывать сегодня эти основы, чтобы мы могли развиваться в позитивном, продуманном, таком грамотном направлении. О том, что Россию с Абхазией наряду с геополитикой и экономикой связывают и цивилизованные основы, говорил заместитель директора по научной работе Национального исследовательского института развития коммуникации Валентина Комлева. Она добавила, что признание независимости несет колоссальную ответственность. Потому важно помогать становиться действительно полноценным, суверенным государством с благополучно развивающимся сообществом. Я представляю институт, который ведет работу в 26 странах вокруг Российской Федерации. Мы не только проводим мониторинг ситуации, мы реализуем проекты. Вот нынешний форум – это один из тех проектов, которые мы реализуем с нашими партнерами на территории Абхазии. И, по сути, это первый для нас вход в Абхазию. Я надеюсь, что во время этого форума мы проведем ряд переговоров, заключим соглашения, какие-то меморандумы о намерениях, где можем совместно с абхазскими коллегами реализовывать значимые проекты, в первую очередь в области гуманитарной дипломатии. Договор о дружбе и сотрудничестве, подписанный 24 ноября 2008 года, стал первым международным договором, который заключила признанная Абхазия. В этом договоре были закреплены основополагающие принципы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Абхазией, что повлекло за собой развитие обороноспособности республики. Особо хотелось бы отметить ту существенную помощь, которую оказывает Министерство обороны Российской Федерации в области обучения и подготовки национальных военных кадров. В соответствии с достигнутыми договоренностями с Российской Федерацией, с 2010 года уровень профессиональной подготовки вооруженных сил республики Абхазия возрос, что позволило выйти на новый качественный уровень военного строительства. О бесценной роли поддержки российских коллег говорил председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик. Он особо подчеркнул роль коллеги Сергея Шатунова, который на момент начала военных действий находился в столице. В период жесткой информационной борьбы Сергей Шатунов подготовил первые репортажи о начале вооруженного конфликта в республике. В 21.00, 13 августа, был репортаж в эфире программы «Время» о том, как абхазские вооруженные силы, абхазские власти укрепляют свои границы с учетом тех провокаций, которые происходят со стороны Грузии. А 14 августа мы утром встретились на Прихаловке, выпили кофе и пошли снимать сессию о том, как парламент Абхазии собирался обсуждать проект соглашения между Грузией и Абхазией. И через несколько минут мы узнали в здании Верховного Совета, что в Абхазию напали. И вот здесь дальше начинается новая история, история российско-абхазского журналистского боевого братства. Так получилось, что вот эти первые, я думаю, что вы все это помните, особенно люди старшего поколения, вертолет, который летит и бомбит Сухумскую набережную в районе МВО, второй налет вертолета, который бомбит уже район Красного моста и попадает в Чачмарское здание на Сухумской горе. Кадры, где идут добровольцы, которые встали на защиту Родины, формируют линию фронтов на Красном мосту. Но и самое главное, героический подвиг бойцов Абхазской гвардии во главе с Гириком Уговичем и Вахтангом Сухба успели дать первый бой у 14-й школы, у эстакады. Тем самым не допустили захват Верховного Совета в 11 часов дня. И нам посчастливилось с Сергеем Шатуновым, вот эти кадры боя мы успели заснять там. Руслан Хашик добавил, что многие российские журналисты, неравнодушные к народу Абхазии, подготовили материалы, отражавшие истину, что стало колоссальной поддержкой. Сергей Шатунов, в свою очередь, сказал, что наряду с тем, что их работа строится на принципах журналистики, большую роль играла их товарищеская симпатия к коллегам. Искандер, когда уходил, у него брали какой-то интервью, одно из последних, он сказал, что что нужно Абхазии? Абхазии нужно спокойствие и признание. Вот спокойствие и признание уже есть. Мне кажется, и он немножко про другое говорил. Он говорил, что Абхазии не нужны... Вот я поддержу здесь коллегу, который только что сказал, потому что при Абхазии нужно аккуратно все смотреть. И России тоже самое. Нам нужно смотреть друг на друга, быть друзьями. Торговый представитель Абхазии в России Олег Борцец отметил, что экономические международные форумы уже почти привычное явление для республики. И форум, который поднимает вопросы гуманитарного характера, крайне важен. И наступает, мне кажется, момент необходимости осмысления именно шагов в плане обеспечения наших усилий еще и академической базой, экспертной базой, экспертными решениями. Это крайне важно, потому что без обсуждения вот таких вещей очень легко свернуть куда-то не туда один раз. И это для небольшой страны будет иметь моментальный эффект. У нас, к сожалению, нет того запаса прочности, которым обладают большие страны. Я многое с Абхазии прошел, сказал политолог Сергей Маркедонов, за чьими плечами множество аналитических статей о республике. Он отметил, что Абхазия – его второй дом. Я приехал сюда с моим старшим сыном, чтобы совмещать приятное с полезным, и отдыхать, и проводить интервью, встречаться с людьми, проводить полевые исследования. И вот так нас, собственно говоря, события 8 августа достигли здесь. Я тогда сидел в кабинете у Сергея Мироновича Шамба, тогда администра и гостерапия, вот смотрели, ловили реакцию Москвы. Все это было сложно, непросто. И позиция Москвы была непростой, неоднозначной в 7-30 лет. И, наверное, будет неоднозначной, как всегда бывает. Когда мы говорим о правде и объективности, мне часто задают вопрос, что для вас правда объективность. Прежде всего, не упрощать. Не упрощать позицию союзника, избегать завышенных ожиданий, не упрощать позицию противника, не заниматься шарфой закидательством, адекватно оценивать ситуацию. Как шарфы, как говорим в свое время, политик должен реально смотреть на вещи. Даже если это не очень приятно. Глава Совета Старейшин Абхазии Аполлон Дума приветствовал участников форума, пожелав им мира и добра. Он рассказал, как в далекие времена за Российскую империю сражались абхазы, среди которых и его односельчане. Во время русско-турецкой войны 1977-1978 годов некоторые абхазы принимали участие в войне на стороне России. В том числе князь из нашего села Тхины Зурбек Мсаустович Тзапшимба с Инналипа, тоже князь Гагарский, вместе воевали на стороне России против Турции. Зурбек удостоился Гердзевским крестом. Во время Первой мировой войны абхазская сотня, как вы все знаете, воевали на стороне России. Абхазский государственный деятель Сократ Джинджоля в своем выступлении сказал, что данный форум есть продолжение тех, которые начали в 2005 году. Он напомнил, что в Абхазии работал филиал Российского фонда института и вразийских исследований. Конечно, времена меняются. Конечно, задачи, которые стоят сегодня перед Абхазией, совершенно другие, наверное. Но люди те же. Намерения у людей, цели одни. Наша история, конечно, отмечена многими событиями. Были печальные страницы, было многое. Но вот тот опыт, который мы извлекли из всех, из взаимоотношений, он нам позволяет с активизмом смотреть в будущее. И все, что сегодня Россия делает для Абхазии, это, я думаю, что невозможно оценить. Невозможно оценить, потому что вот зонтик такой, которым прикрыта Абхазия, от внешних угроз – это Россия. Наверное, никто так не ждал признания независимости Абхазии, как семьи погибших, сказала председатель движения «Матери за мир и социальную справедливость», секретарь общественной палаты Гули Кичба. Наверное, никто так не ждал признания, как семьи погибших. И это как раз оправдание того, что их гибель не набрасывала. Общественная палата не раз принимала участие в таких вот форумах. И я помню, когда Общественную палату России возглавлял Академик Вельхов, тогда были очень тесные у нас взаимосвязи. Мы всегда рады участвовать в таких вот очень значимых для Абхазии форумах, встречах экономических, гуманитарных, образовательных, потому что Абхазия в этом нуждается. И как здесь отметили, и именно для будущего поколения, чтобы эти связи не прорывались, а укреплялись. В завершении торжественной части форума политконсультант, психолог, эксперт по PR и JR Алена Август преподнесла знаковый подарок ректору Агуалеку Гварами. Она подарила коробочку, сделанную из ствола кремлевской елки. В коробочке 10 семян елки. Вручить этот кубик я хочу вам, Олег Алексеевич. Ну потому что вы же не нашли студенты. Вы точно вместе с Общественной палатой, с матерями Абхазии найдете, кто достоин выращивать эти 10 семян. Затем программа форума продолжилась в стенах Абхазского госуниверситета, где Алена Август провела встречу с представителями этого учебного учреждения, работниками сферы СМИ и пресс-служб. Тема встречи – как перейти от философии и рассуждений к философии и практике, передаче ценностей и формирование общего ценностного поля поколений. Алена Август – журналист с многолетним опытом работы, поделилась фишками, которые часто применяют в работе. Ее общение с участниками встречи строилось на диалоге и разборе конкретных ситуаций. Участники встречи рассказывали о том, как выстроена их работа, и интересовались тем, какие методы улучшат их работу. Асида Малия, Лаура Капша, Алексея Гухава, Заур Кварчия, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение.